особая головная роль в деле наркотизации молодежи принадлежит пиву и пивному образу жизни пиво является по факту не только самым опасным алкогольным изделием но еще и средством разрушения гормональной системы в этом виноват один из компонентов пива хмель именно он придает пиву специфический горьковатый привкус но самое интересное что хмель содержит фитоэстрогены растительные аналоги эстрогенов женских половых гормонов в сутки в организме здоровой женщины вырабатывается примерно 0,3 миллиграмма эстрогенов половина крупинки сахара но этого количества вполне достаточно чтобы женщина оставалась женщиной содержание фитоэстрогенов в одном литре пива в сто раз больше до 36 миллиграммов от переизбытка этих гормонов у женщины развиваются тяжелые эндокринные нарушения рост волос на лице ожирение огрубение голоса чем раньше девушка приобщается к пиву тем меньше у нее шансов родить здорового ребенка при варке пива даже без алкогольного пива в раствор пива добавляют хмель а хмель это наркотическое растение ближайший родственник конопли так вот при выборке хмеля в раствор пива даже без алкогольного вывариваются вещества которые называются фитоэстрогены у мужчин фитоэстрогены пива подавляют выработку тестостерона мужского полового гормона постепенно в организме мужчины начинают доминировать женские гормоны у любителя пива со временем растет живот развивается очень опасная для здоровья висцеральное ожирение набухают грудные железы пропадает влечение к женщинам развивается половая слабость больше всех европе от пива пострадали германия и чехия и в чехии самая популярная поговорка о пиве такая любитель пива подобен арбузу у него растет пузо но отсыхает кончик кончик отсыхает очень тонкое наблюдение сделали чехи насчет пива по женскому типу на бедрах и талии откладывается жир мышечная масса также замещается жира и у любителя пива смещается гормональная равновесие в сторону женского начала то есть он из мужика потихоньку начинает превращаться в бабу